Всем привет, ребята, у нас с вами дуэличка в этом видосе, будем играть кельтам против монгола, да, зафорсировал я пикцыф, хотел за кельта поиграть именно рейдерами, давно этого юнита не было у нас в игре, и в принципе я не помню, кстати, я его показывал, мне кажется, рейдеры, блин, вообще их допустили, или чего? В принципе, рейдеры всегда считались интересным таким, довольно сильным, уникальным юнитом, по крайней мере, в оригинале игры, блин, сори, чем? В оригинале игры рейдеры всегда были очень здоровскими, они могли там нормально зайти, здания поломать, лучников в нормальном количестве убивали, с конями разменивались, дрались, вот, потом их как-то перестали делать, ну, в мете уже более таких быстрых, наверное, игр, где посложнее со стенками и так далее, а потом их бафнули, бафнули их совсем недавно, и теперь рейдер может быть очень даже неплохой юнит, даже в свете тех цивилизаций, которые есть сейчас. Ну, просто, да, на самом деле, там цивы стали поинтереснее, есть какие-то больше бонусов, какие-то они у всех посильнее, повеселее, поэтому рейдеры как будто даже чуть-чуть вышли из мета. Вот, ну ладно, посмотрим, как тут будем открываться, как я сказал, уже рейтинг здесь практически 2000 на этом аккаунте, поэтому парень должен быть минимум 1900, играть будет непросто, тем более монгол, в целом быстрая цивилизация. Вот, я пока подумаю, какой-то пехоткой поиграть, надеюсь, что он будет делать скаутов, если он будет делать лучников, то можно будет добавить спирмов, у меня в целом защищенная достаточно голда, камушек у меня на горке, это значит, что вышка, которую я сюда в оборону могу подставить, она будет сильная, вот, плюс я уже рядом здесь добываю лес, поэтому, в принципе, выглядит все неплохо. Да, и я думаю, что я буду делать просто как лучничка в этой игре, ой, как ментов, как ментов, извините, конечно, ментов. Так, я подманил у нас первую тушечку, давайте одной овечкой походим, не думаю, что прям очень-то хочется меня залеймить на таком рейтинге, как бы, зачем, правильно, зачем леймить, если можно не леймить. Так, ну что, в итоге я послал, да, сюда четвертого креста, я думаю, можно как-то вот так сделать, здесь продолжаем подманивать, и, может быть, даже кабана успеет в тайминг привести, это будет вообще шикарно, шикарно, чтобы не убивать еще одну тушку под ТЦ, поэтому пока что подводим, через шифт после домиков я все нажал, вот, страусы у нас там, страусы у нас там ребята добывают, сейчас надо будет скинуть еду, потому что это охота, у них много еды на руках, у нас же на двух крестьян хватило. Раз, два, подстрелить, ой, забыл про этого, да, не самое идеальное убийство кабана, но кресты недолго вроде стояли, поэтому все нормально должно быть. Так, здесь как раз нашли вот эти вот плюс две, это очень важно, это потом выиграет у нас время скаута, в принципе, можно даже уже возвращаться этими ребятами на базу. Так, отлично, строим, потом можно вон туда выйти, на ягоды, хотя можно ягоды и скипнуть, более модно сыграть, более модно. Нет, давайте не будем скипать ягоды, не будем скипать ягоды, зачем нам это? За вторым кабанчиком, точнее, в данном случае носорогом. Чик. Красиво. Теперь собрать вот этих вот ребят. А, стреляй. И, наверное, поп-20 даже буду опыться. И хотя против монгола поп-20 поздновато. Как будто вот против других цифр можно было бы еще за кельта так сыграть. А вот против монгола, как будто бы даже поздновато, да? Ладно, ничего страшного. Nothing bad. Ой, барак, естественно, надо четенько ставить. Четенько с уголочечка. И 20 у нас, наверное, на золото должен выйти. Ух ты. Семка. Пересемка-призрак. Так, ну 4-0-7 мне не хватит. С другой стороны... Может быть и хватит. А-а-а! Не идеально. Слегка не идеально. Вообще, в стиле Хуанга получится. Блин, а были ли у меня видосы с Хуангом? Не помню. Так, ладно, кабана почти носорога собрали. Я думаю, можно закинуть туда. Парочку крестьяночек. О, он на золоте. Хорошо. Так, давайте уберем мечников подальше. Просто, чтобы у него не было... Просто, чтобы у него не было ощущения. Опа. А-а-а. Хорошо. И побежали к нему на базу. Отлично. Скаута чуть-чуть продамажили. Это ему усложнит потом войну против моих скирмов. Будет намного сложнее против скирмов сражаться. Так, у меня сейчас маловато на дерево, но мне, в принципе, не то, чтобы прям нужны... И не то, чтобы прям нужно дерево. Потому что... Блин, или нужно? Хочу сделать хомут. У нас будет сильная экономика, потому что, еще раз повторюсь, хочу именно рейдерами поиграть. На эти две ранние фермы башеньку я уже ставлю. Из-за того, что я делаю хомут, я, конечно, да, дерево мне не нужно. Это не страшно, что я утрачу. Но вот на ментов не хватает. Это обидно, на самом деле. Что, давайте как-то вот так попробуем сделать. Я думаю, я на дерево выйду... Ой, на камень выйду только после башни, да? И поиграем беззвучников. Попробуем Tower Defense. Очень редко бы, конечно, делают на прост сцене, но здесь почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, и даже с этой стороны как-будто бы можно добывать. Нет, давайте еще одного сюда. Сделаем вот такую вот стенку максимально далекую. Ой, это, мне кажется, это не самое лучшее решение. Ну и просто будем его здесь бесить. Попробуем заставить его лучников туда стянуть. Делаем фермочки. Сбираем по нутке скаута. Такая уже и пика хорошая, да, от него получилось. Так, первые лучники. А, там даже не первые. Даже не первые. Так, он блокирует у меня эту штуку. Лоджик. Лоджикал. Да, у него хорошая позиция. Я бы даже сказал, замечательная. Угу. Как-то реагирует. Ой, блин. Я не думал, что он спрячет ТЦ. Сильный игрок тут вряд ли бы спрятал. Сильный бы игрочок тут вряд ли бы спрятал бы в ТЦ. Так, ну давайте выйдем на камень. Я сейчас начну здесь лес отбивать из неприятных новостей. Ой, блин, поэтому как раз под ТЦ особо-то и не надо было. Под ТЦ особо и не нужно было удалять деревья самому себе. Эх, ну ладно. Да, по счету у него, естественно, больше. Пока позиция у него вообще замечательная. Сейчас, по-моему, никаких проблем я ему не создал. Да, отбивает мне здесь лес. Угу. Ммм, как бы мне тогда это все правильно сделать? Как бы мне это правильно отыграть? Ага, прикольно. Лучника вперед высадил. Так, ну стрелять против кельта тут без потери хп сложновато. Сюда, туда. Опа. А у него с плюс один, все четко, все правильно. Ммм, можно башенку на какую-то типа леса поставить, да? Вот так, например. Может быть, конечно, надо было просто на тот уже сделать. Здесь, по идее, против такого Тауэр Дефенса даже можно идти форвард. То есть ему нужно просто пойти ко мне сюда форвард прийти. Но у него все будет шикарно. Блин, да, как раз одного дерева еще не хватает. Еще с одной деревяшечкой было бы вообще прелестно. Так, мне еще нужно будет два здания строить. Это потенциальный и маркет, и не маркет. Так, он разведал. Он все знает. Да, я не хочу больше золота добывать, не хочу покупать ресурсы. Хочу, чтобы у меня так экономика сильно, сильно получилась. Все, сразу убегаем. Вот сейчас он зайдет в зонку ТЦ. Нет, не зайдет. Он пришел на форвард. Вау. Здоровское решение от него. Крем идеально. Так, это вышечка. Да, уже все в ранже. Все, что нужно, до всего, что нужно, она достреливает. Ну, отлично, слушайте, так вообще. Сейчас будет интересно. Так, получается, что здесь... Не, не хочется вышку ставить. Не хочется вышку ставить. Обнажать я не могу. Обнажать я не могу. Вы думаете, убежит? Мне кажется, не среагирует. Так, его, конечно, заволить тут надо было. Ну, блин, закрыть там обязательно. Закрыть там обязательно. Ну, все. Переходим. Ресурсы у нас не добываются. Все отлично. Так и было задумано. Так и было задумано. Так. Там не золото, да? Ну, реально. Киреста добывать. Нет, золото продавать тоже неохота. Ну, сразу на ягоды идет. Вот, блин. Ты же хорошо исполняет. Так, эту фермочку надо задействовать. Тут надо сделать вот так. Так, ну что, где я могу его обхитрить? Могу попробовать вышку сломать. Эй, блин, зачем? Зачем мы туда пошли? Так, ну что, он уже перешел, ребята. Сейчас будет... Сейчас будет больно. Ух ты, осадку сразу наметил. Мне кажется, осадка не очень грамотная, решение от него. Кажется, осадка не очень грамотная. Опа. Да, очень хорошо, что я эту дочку сломал. Потому что теперь у меня есть доступ к золоту. Вот, очень здорово. Так, ну... Что, я свою осадку сделать не могу? Первый замок. Первый замок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну рейдеры лансеров не убивают. Сейчас это проблем. И второй надо замок уже ставить. Что же мне с ним делать тут? Что же мне с ним делать? Не самый хороший замок получился. Так, мне уже хватает на второй. Как будто бы его можно куда-то вот сюда, да, поставить. Да, вот здесь мы сейчас зачистим лучничков. Ух ты, и монаха делает, как же агрессивно. Как же у него все агрессивно выглядит. Монг пока не вербует. Ворота достроились, это важно. Все, нормально. Здесь он все потерял. Ай. Угу. Блин, плохо сделал. У него там нету седла. Да, не все апгрейды у него, конечно, имеются. Так, ну я много здесь крестьян потерял. Давайте попробуем построить ТЦ, что ли. Давайте попробуем ТЦ-хи построить, чтобы как-то компенсировать это все. Это все недоразумение. Оп. Блин, он просто тоже, на самом деле, нормально так потерял. Да, не зря у нас счет плюс-минус равный. У меня очень плохо все по крестам. Но он, во-первых, мог где-то не заказывать. Что еще могло происходить? Ой, блин, а тут до края карты можно было закрыть. Как-то бы отзонить его от него леса здесь. Там, правда, ланцеры уже должны быть. У меня сейчас два городских центра. Ну-го, попробуем. Что, есть поуже какое-то место? А-а-а. Как же он меня поймал здорово в поле. Ну, рейдеры, конечно, против ланцеров не очень работают. Не очень радужно. Это делаешь. Если он меня там видит, то он меня, конечно, найдет. Так, ладно. Хорошо, монастырь. Что, он подбежал именно с горки, начал дубать себя. Да, он был лучника. Не за горки бил. Так, мы можем еще один себе ТЦ позволить. Блин, ланцеры читерские юми. Не дают мне рейдерами поиграть. Будет-то более какой-то стандарт тут играть. Это не факт, что он сработает. Это не факт, что он сработает. Так, тут он чуть-чуть не доконтролил. А тут я чуть-чуть не доконтролил. Ну, это, кстати, хороший для меня рейд. Кстати, очень хороший для меня рейдик. Я тут нормально крестьянный убивал. Прям реально нормально. Я очень понял, что мы вот за думка дать мне ТЦ отстроить. Он так конкретно продамажился. Ой, фига, там не видно этих. Придеть. А-а-а, да. Типикал. Конечно, тут не перевербовал. Конечно. Я у него видел дополнительные грецкие цены. Центры нет. Не видел. Я городских центров у него не видел. Думаю. Думаю, ну, или ищу. Что? Ну, он может по крестам меня обгонять. Хотя, опять же, вот этот рейд, который был, он должен был, ну, подзбить чуть-чуть экономику. Ну, капов не хватает. Давайте на... О, так он закупался. Он закупался. Найс. Еще одно ровном месте он не отрывается, поэтому... А, даже, да, несмотря на то, что я закупился. Да. Давайте еще раз закупимся, чтобы тачку нажать. Почему бы нет? У меня 60 крестьян. Все работает. Везде заказ. Пум-пум. Пум-пум. Красиво. Так. Так, у него были нормальные опереиды на лантеров, и чем больше их будет, тем сильнее они будут против рейдеров. Да, по счету даже я его догоняю. Значит, у меня сильнее экономика. Класс. Ну, нахер, вообще, да, в поле так держать не стоит. Может быть, он будет ставить какой-то пороль в замок, но... Как-то, мне кажется... Я не сильно этого боюсь. У них голданы бэки. Можно вот так сделать. Но, конечно, как-то на камень выйти, дополнительно. Ну, пока я тоже далек от этого. Угу. Ну что, давайте попробуем в замках поделать рейдеров. Или все-таки в компам уже. А, компам лучше. Блежки, я не выигрываю пока. Хотя, мне кажется, у меня уже лучше. Ну, то есть, у него подсиди, конечно, лучше, но так, в целом, не лучше. А-а. Да. Хорошо, что я не стал заказывать рейдеров. Я думаю, я вообще могу сейчас... Это на 75 крестах такое. Ну, я не думаю, что он может перейти. Мне кажется, что если он может перейти, это значит, что он что-то очень хорошо сделал в этой игре. Да, по счету... Блин, хотя я как раз на 200 опередил его. Не знаю, за счет эка это или нет. Блин, да, я, по-моему, он тоже покупал еду. Блин. То есть, он, возможно, уже переходит. С другой стороны, у меня здесь будет два замка. Вот, плюс я сделаю тогда, в период, на плотность. В период, на жирность троений. 13 на лесе. Давайте еще одну фермочку. У меня 42 фермы, и да, очень быстро подходит. Оп. Вот я уже сам нажал переход. Поэтому даже если он здесь апается, у меня нет ощущения, что у меня прям обязательно лучше. Тем более, что он поставил замок. Плохой замок, на самом деле, да? Он отбил лес, но его надо было куда-то вот сюда ставить. Отбей мне две голды. Очень пассивный замок от него получился. Ошибка. Так. Давайте сначала нажмем мессендри. О, класс. Я теперь могу следить за его апгрейдом. У него плюс один так и осталось. Здесь будет важно посмотреть, каких юнитов он будет делать. Да, в любом случае, плюс два на рейдеров я сделал. Давайте, раз хватает ап на атаку, можно нажать. Так, и вот этот рейдер, который у нас был, тут убивал лучников. Пусть поищет дополнительные ресурсы. Так. Нас убивает. Но все равно, да, я по замку, наверное, могу чекать. Могу по замку чекать эту штуку. Так, ну что вам, возможно, где-то вот уже сейчас минут на минуту апнется. Блин, вот этот замок у меня будет в горке долбить. Это очень круто для него. Лопа для меня. Блин, мне бы, конечно, можешь купить вот так камень. Мне все равно понадобится на починку на следующих рейдах, на эти, на следующее здание. Так, да, он уже перешел. Ну, слушай, он и по счету вырвался. Нет такого, что я прям обгоняю водом. Неплохо. Блин, на самом деле, реально можно этот замок продать, а вот сюда поставить. Будет прикольно. Давайте попробуем. Он сейчас позвольте не просесть. Блин, и он как раз сюда. Обидно, конечно, но... Так. О, требует горки у него работает. Найс. Блин, там как-то с горки, что ли, меня бьет. Или как так выходит? Чего он планирует лансеров делать? Так, ну ладно. на этот вот он для него потому что экономика то у него видимо какая никакая все таки есть бесспорно для меня не вышли из этого не вышли ребята так вот теперь я могу бить золото оттаться и он меня перед ребил блин монголом келька перед ребил круто круто он сделал вот давайте попробуем этот об его вчера только первый раз жизни сделал что толком его даже не почувствовал так он прям себе уверен я смотрю понять трафан или не очень блин да горку я не знаю как я пробиваю да на этом плюс один что ли есть как так мощно то выходит очень мощно очень классно него требует стреляют а мне чуть-чуть везет что мне там не контроле как будто бы нужно алибарда да будто бы без алибарда я тут не умею туда без алибарды я тут не смогу время теперь дотерпеть до алибарда чинить чинить блин а у него апнулся это дэм чинить блин я до алибарда да берусь но он как-то снизу горки файт принял я не очень понимаю зачем он это сделал не очень понимаю зачем он это сделал а 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 Блин, и тряпку сжал Она химби-пи Угу, как раз в момент, когда он отводит Угу, так, ну он должен сейчас понять, что он куда-то туда должен меня идти рейдить А мне надо как-то эту горку будет занять Угу Угу Хм Хм, а мне не вперед спрятался Да, у меня был замок Сапа, но я все равно так сильно проиграл Так Да, конечно, по счету еще показывает, что у меня играбельно, но по ощущениям уже все Да Ну кто мы такие, чтобы не слушать счет Не-не-не, давайте драться, вы че Че, приколисты На пиках Только вот не бегать просто так Против лансеров Вы вздумаете, даже думаете о том, чтобы просто так побегать за семью И охлаждаться жизнью Все деремся до последнего Каждую секунду, чтобы живо Выдавать врагу тычки Золото бесконечное Бесконечное золото Блин, 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 блин Из вот так Жирiger Комчай Посладнее За это Значит Без reaction Выごчай Если Вы так ну что мы же попробовать сделать мангудаев да теперь популяция замигал это всегда хороший знак он начал делать мангудаев плюс 2 есть делать мангудай чик теперь непонятно как не с мобильностью восправляться пышка еще начинает подлагивать вот таким был очень много реликвий было очень много реликвий реликвий как мы знаем это очень много дает так что это как будто бы даже интересным брать реликвий которые тебе принес свой оппонент контролит ладно все очень сложно для него должно быть только ними треба только не треба и он замок упал химии там еще нет можно подстрелять он первых мангудаев потерял найс еще ребята по счету догоняем 5 реликвий все вперед вырвался по счету вот она сейчас пойдет игра ну чё рецепт я больше по карте добываю так теперь во что я хочу свичнуться вот в чем вопрос да что здесь мы все разломали идемте смотреть что дальше идемте смотреть что дальше да и тут он все потерял отлично вы как раз менялись начал кончатся для скончается от неприятно ну что ж пришло время рейдеров мне как раз вся по на пехоту ай-яй-яй больно как вот периодики уже не нормальные должны быть на это все дело кстати блин мне очень нужен камень очень нужен камень блин да он начинает вырываться тоже сам по счету да хорошо что больше этих не послал вперед хорошо что я не послал больше ребят вперед ну да так ладно можно так сделать получается только то ну что по счету блин у него экономика должна быть цене и велов то мало ему убил а он такой еще не шишу много не забирал как раз таки крестьян так что я могу сделать что я могу сделать в первых замки нужно про поддам повторить сейчас он будет рейдерами хорошо забежать к нему единственная камбек механика здесь пошли все еще хуже на такой стадии кельте эти не приезжает помогу дай в кофе кубе у меня стримах нет наверно мой аут в какой игре это реликвии не то что я покажу золото по карте ресурс конечно дорогие еще капец не уверен что я хочу награду делать а может быть анагра тут могли бы решить задачку так ну ладно мы просто восстанавливаем экономику те армии там шить и мне все забрали ладно ладно давайте еще один замок купим блин а может анагра надо сеанс золота много в течение что нужно куда-то вот туда экономику перенести для меня здесь видно наверное да блин замки 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 минимум 2 на 3 замка у него будет он еще звонок не камень ест это было kind of expected что он контролирует сейчас в это время постараемся чуть-чуть прорейдить на вот этот апгрейд потом этот апгрейд надо будет короче у меня голды голды будет нормально в этой игре надо просто дождаться этих на как же рейдеры здания съедают вы посмотрите на универ просто секунды его сейчас не будет отлично так мне нужно просто доделать аппана анагра хотя бы второй не сич анагар и мы мангудаем мангудаем уже будет сильно сложнее со мной играть по идее мангудаем не то чтобы прям идеально пробивают рейдеров даже нападать умеют 150 еды тоже блин да получается ему нужно сильно больше еды сильно больше еды будет значки да она по счету он не вырывается это радует приятно нам куда и быть много то есть мы реально будем воевать против лома монгола по идее хватает ли ему чё там на замок два треба здесь вполне себе конечно третий был бы кстати давайте закажем так нажимаем ап есть ощущение что он считает что у него точно сильнее лейк но на самом деле у него здесь он не то чтобы прям вот мега сильные именно благодаря тому что он подарил мне 5 реликвий реликвий здесь будут вам на победку а здесь надо понять эти самых подставить может быть религи просто защитить не буду и думаю что игроками быть реликвии выбивать все посмотрим на его микроуправление я готов подпушивать срегировал ой слушайте я сейчас нагрессил кажется что это будет хорошее решение тут ладно давайте давайте раз у него пока есть некоторые сложности но еще надо понять как он хочет меня выигрывать не хочет так под горку замок стоять ну давайте попробуем вот так попробуем сделать отсюда рейдеров закажем ее ей быстрее досадка не успеть приехать мне просто треба за секунду сложат о он сюда решил забежать мне кажется это ошибочкой он сейчас за это потеряет замок за это потерять замок не рейдить мангуда имя тут нельзя бро бро сорян все и спокойно внутрь и делаем побольше анагриков они нам попозже пригодятся еще на видите в чем еще прикол кель очень быстро ломает замки поэтому у него любая ошибка в позиционке он отлетел так ну давайте здесь задавим давайте тут подавим он садил строит новую универность какие-то не успел сделать вообще можно на самом деле здесь подождать как мне будет два треба он же не может быть двух местах одновременно и еще этот замок буду ломать у тут подарочный замок есть подарочный замок правда он с горки будет его дефать но все равно тут такая армия здоровенная так давайте здесь сразу будем распаковывать да камень все это время умирает тут основная фишка что мы размениваемся в этот основная фишка что мы размениваем золото в камень даже несмотря на то что он там что-то подзабрал куда же ты бежишь родненький родненький ты мой то за телодвижение да что-то с микроуправления у него не пошло и замок наверху сейчас упадет он знает знает что замок падает я думаю он еще не в курсе это нужно бы наверное был готов признавать свое поражение блин прикиньте как ему в этой игре сейчас сдаться не хочу и ресы продавать надеюсь он прямо сейчас не продаст это нужно признать что ты проиграл вот игру которая уже ну просто не могла быть проиграна да он здесь может быть даже спасет замок может быть даже спасет замки просто гг это была его последняя надежда что эти ребята тут заберут мои анагра они не то что не добрали анагра они чем если бы их не было ничего бы не поменялось пишите анагра да отлично можно продать ряд сам сделался просто прям все в ноль продаем по сути вообще пофиг на здесь очередной замок у него сейчас упадет опять же даже если бы не упал это минус этот минус камень уже починить надо каждый раз когда он подходит но какие-то минус на дудая да мне кажется эту ачивку заработал на своем юните убив своих юнитов эта ачивка была заработана немножечко не так как надо бы так поехали на следующий замок мне отступить наверное ладно поехали этой всей патчей удивим его удивим его маленько и все это время мне еще 5 реликвий он убьет мне требует но не может убить их сразу все везде просто не может гг он сдался без гг просто что ты так ты же почти выиграл такая классная игра была ты сдался да ну чё классно поиграли ребят против монголы в итоге удалось мне здесь камбэкнуть в очень тяжелее на какой-то игре и рейдеров успел чуть-чуть показать ну правда мы почти ими не повоевали но тем не менее чуть-чуть показал алибарды анагры блин какая классная игра получила здорово я очень доволен всем большое спасибо ребят за просмотр всем хорошего настроения быстро чекаем статистику да конечно по голде у нас даже ровненько концу игры и он даже я его еще не обогнал по релик голду с реликом еще не обогнал да прикольная игра мне понравилось всем хорошее настроение пока до следующего видоса с вас обязательно лайк комментарий